Так, поехали. Гипацкий Лихадей, 100 рублей. Доброго вечера, Марго. Однажды ты сказал на одной записи, что из детерминизма никак не исходит отсутствие свободы воли. Мог бы ты это прояснить? Ну да. Если под свободой воли не имеется в виду свобода от причинно-следственных связей, то каузальный детерминизм никак свободу воли не отрицает. Ну если так, то да. Верно. Ну если так понимать, то да. То да, то да. Действительно. Гипацкий? Если как бы, да, если анонизм включает в себя не только двигание рукой вокруг полового члена, то не всякий анонизм это двигание рукой вокруг полового члена. Да, действительно, да, действительно, так и есть. Так действительно есть, да. Скилли Хадей, 100 рублей. А разве сам факт того, что любое решение продиктовано совокупностью причин, лишь часть которых сознается, не говорит о том, что мы этими причинами ограничены в свободе воли, если это продиктовано свободно, в чем свобода и все детерминировано. Ну на самом деле все очень просто. Дело в том, что каузальные процессы, которые, ну допустим мы... Да сейчас какой-нибудь компатабилизм будет, еще что-нибудь в таком духе, ну окей. Приветствую, Адам. Ну потому что у меня дома нет пока. Вот так. Жесткие каузальные детерминисты, да. Предопределено вообще все. Допустим. Значит, допустим, каждое твое решение, оно предопределено вот конкретной совокупностью причин. Проблема в том, что изрядная доля этих причин, они в общем-то являются частью тебя. Давай, Лобо. Вызывает вот последующие, да. Каузальной цепью таким образом. Вот в этой системе описания тебя вообще нет. То есть, когда мы говорим о действии как о действии, а не как о движении. И когда мы говорим о действии как о твоем действии. Это у Марголова. То есть оно не только не просто движение, а действие. А действие оно... Ну смотри, вот у нас есть два слова. Есть слово движение или там тело движения, да. Чтобы конкретизировать. Есть слово действие. Вот чем движение отличается от действия? То есть, в принципе, как носитель языка, ты понимаешь, что это разные вещи. А в чем разница? Ну, наверное, в том, что действие это добровольное движение. Потому что, ну вот, например, официант споткнулся, уронил под нос. Это он действие... Ну, бля, Марго снимает антологическую проблематику. Он пытается вывести свободу воли ХЗ куда? Короче, непонятно в какие степи. Хотя, свобода воли как концепт, она исключительно антологический характер носит. Вот то, что у меня реально существует. Свобода, да. Какая-то антологическая. То есть, я сверх вещей. Я сверх окружающего мира. Я могу решать, что мне делать. Не мир решает, что мне делать. Не мир меня обуславливает. А я обуславливаю. Я, по крайней мере, могу попытаться что-то обусловить вокруг себя. У меня есть решение, у меня есть право, у меня есть возможность выйти за границы причинно-следственных связей, условно, до этого мира вокруг нас. Классический детерминизм, нормальный... Ну, индетерминизм. Это нормально, в принципе. Это, в принципе, нормально. Свобода воли как концепт, это, безусловно, концепт антологический. То есть, бытийный мир. Мир, да. Это, короче, это про мир. Это про то, как все на самом деле устроено. Если мы будем говорить, что, ну, типа, вот это, вот знаете, общественная свобода, либерта, вот она, вот она-то есть, а значит, если свобода воли, нет, это хуйня, это подмена понятий просто в данном случае будет. Ну, то есть, у Марго есть такое классическое разделение на свободу, свободу воли ваще и свободу просто, свободу политическую какую-нибудь, свободу совершать действия, да, свободу, ну, ты, например, связан, но ты можешь там носиком шевелить. Или что-нибудь еще можешь делать. Вот в таком смысле ты свободен. Свободен в смысле не закован, свободен в смысле тебя не удерживает никто от этого. Ну, короче, Марго банализирует тезис. Тогда что, 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 что не является свободой воли? Следующий вопрос. Зачем нам вообще выделять что-то, как свобода воли, если всякое действие обусловлено некой свободой воли? Да. Чем тогда эта свобода воли отличается от других концептов? Совершил. Нет. Опять-таки, компетентный носитель русского языка скажет, что споткнуться — это не действие. Это движение, тело движения, упал. Значит, а вот если он подпрыгнул на месте, взял такой хуяк — это действие. Чем они отличаются? Отличаются они тем, что в первом случае он ничего не решил, а во втором — решил. Он решил совершить движение. Вот движение, которое ты решил совершить и совершил — это действие. Значит, то есть первый момент, вот первая ступень. Когда мы говорим о каких-то движениях, как о действиях, то есть мы уже уходим, вышли из записательной модели, которая подразумевает строгие... Спасибо псевдоинтеллигентум. Спасибо. ...гузальный детерминизм. Далее. Ты говоришь «Мои действия». Привет, небыдлаго. ...поисствия. То есть ты еще им приписал то, что они твои, к тому же. Псевдоинтеллигент... Да я не вижу просто. Я просто не вижу, на самом деле, там наверху. У вас слишком много букв, и они все довольно странным почерком написаны, как бы. Я могу увеличить на полную. Давайте, во. Да, псевдоинтеллигентуал. Там просто «Ал», «Ал» на «М» похоже. Ну, ну, бывает. Я подумал, что вы латинский какой-нибудь чувак. Бывает же? Бывает же, бывает же. Я просто... Вот, понимаете, вы на Твиче, вы на проклятом Твиче. У нас есть, как бы, YouTube-чат. YouTube-чат и Twitch-virgins. Понимаете? Вот, вот, YouTube-чатов я читаю вот прям вот в нормальном почерке. Я их всех вижу. Лола Пипса, Адам Варлок. Все, вообще отлично. А вот там наверху... А вот там наверху. А вот там наверху то, что происходит, вот в этом виржин-виржин Твиче, я уже... Мне похуй, по большей части, потому что там людей 2-3 бывает иногда, и то по выходным, знаете. В общем, поэтому отдельно чат Твича у меня просто не открыт. И я смотрю вот так вот. А все потому, что детерминизм... Детерминизм. Спасибо, Девич. Ссылка удалена. С одного двоеточей 0,1, двоеточие 20. Детерминизм порешал, короче, неожиданно. Детерминизм порешал. С одного точка 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Сейчас какая-нибудь опять хуйня про секс-то импирика, про Шадова, про скептицизм. Опять какая-нибудь... Опять какая-нибудь... Хюбанер. Хюба. Ой, бля. Ой. Это же Ставровский, блядь. Или как там его? Это же... Это же... Это... Это чудовище. Лол. Как же заебали всякие псевдоинтеллектуалы. Пиздец. Пиздец. Реально Ставровский? Да, Игорь Ставровский. Охуеть просто. Охуеть. Ну, там... Там точно будет хуйня, ребят. Готовимся. Вот впереди сейчас будет хуйня настолько хуёвая, насколько можно себе представить. Маргинал умён, ну... Как бы вам сказать? Он не глупее Василов всяких. Он не глупее Лемонов и так далее, так далее, так далее. В своей нише далеко не самый глупый человек. Но и не самый умный, конечно. Какая очередь? Уже два видео. Опять-таки. Они не просто добровольные движения, они ещё и... Ой, не самый умный. То есть это добровольные движения... Вы должны понимать, что Лемон находится под маргиналом. Лемон тот, кто находится под маргиналом. Как бы. Вот так. Которые в этой описательной модели вызваны твоим целеполаганием. Так там не было никакой логической ошибки, Монадо. Лол. То есть иными словами... К чему я? Я к тому, что если мы используем детерминистскую модель описания вселенной, мы в ней... Фрома можно читать, да, а чё нет? Вообще не можем никаким образом указать на... Во-первых, действие, а не движение. И на твоё действие, а не какое бы то ни было другое... Трестальфа. Действие. И на твоё действие, а не на какое бы то ни было другое движение. Потому что в каузальной модели у нас есть только движение, которое вызывает другое движение. И всё. Поэтому как ты можешь в этой каузальной модели вот ткнуть пальцем и сказать вот это, это, во-первых, не просто движение, это действие, в-вторых, это моё действие, и вот оно каузально детерминировано. Ну, если оно твоё действие, оно просто в другой описательной модели находится. То есть мы не можем ничего про него сказать с детерминистической точки зрения. Ну, можем. Просто есть, да, разные уровни описания. Мы можем сказать о твоём движении, действии, похуй вообще в данном случае. Разница просто, да, на определённых уровнях разница между действием и движением, она снимается. Например, если мы переходим на уровень химии, например, да, очевидно, что описывать нечто как действие было бы странно. Вот и всё. Ну, допустим, мы переходим на уровень антологии. Вот и всё. Так. Просто потому, что твоё действие подразумевает то, что бывают действия, и подразумевает, что некоторые из этих действий твои. Всё. То есть вот так вот и, собственно, детерминизм не отрицает, как бы, свободу воли. Просто потому, что для того, чтобы при помощи каузального детерминизма отрицать свободу воли, нам просто приходится совершать категориальную ошибку и смешать вот две описательные системы. Ну, просто тут есть дело немного такое. Есть такая штука, называется антология. Антология. Детерминизм и детерминизм – это тема антологии. Наши описательные системы могут быть вообще какие угодно. Акселератор, 66 рублей. Спасибо. Вас посетил акселератор со степенью бакалавра. Сегодня защитилась на 5 и подтвердила диплом. Удачного вечера. Тов, осьминог. Товарищ, осьминог. Спасибо, акселератор. Ну что, могу пожелать вам всего самого лучшего. Надеюсь, и дальше будут пятерки и так далее, так далее, так далее. Лизард пишет Шадов. Расскажи о классификации псевдоинтеллектуалов и как распознать псевдоинтеллектуала. А вот сейчас следующее видео будет, и мы сможем это сделать легко. Довольно просто будет. Вот. Так вот, к маргиналу. Возвращаясь к маргиналу все-таки. Все-таки возвращаясь к маргиналу. Писательные системы имеют разный статус. Причем в данном случае имеют они разный статус. А писательная система, которой орудует детерминизм, это антология. Антология, да? Та система, которую он написал с действиями, ну это что, это психология какая-нибудь или еще что-нибудь там, социология, да, социология действия. Разные уровни, да. В принципе, для того, чтобы изучать и психологию, и социологию, мы не обязаны даже делать вид, что вот наш предмет изучения в каком-то смысле антологически существует. Вот, вот, соответственно. И, соответственно, это дискурсы не просто, просто два параллельных дискурса в антологии. Это один дискурс из антологии, другой из обыденного языка, из психологии, социологии какой-нибудь. Ну и, соответственно, надо доказать. Что надо доказать, чтобы с этим справиться? Что уровневое деление дисциплин не имеет смысла, например. То, что антология и социология равны. Ну, антология, в данном случае, химическая антология. То есть, то, что химические вещества существуют, например, понимаете, да. Мы, наверное, когда изучаем химию, мы верим в то, что химические существа в каком-то смысле существуют. Их качество существования на порядок выше. На порядок выше, чем, ну, какая-нибудь там психология, социология. Потому что все это базируется на химии. Ну и маргинал, если он сиентист, а он сиентист, да, он, наверное, должен бы поддерживать что-то похожее. Ну да ладно. Сергей пишет, всех, кто ниже кандидата, Шадов придирает. Нет, это абсолютно не так. Шадов не придирает людей, у которых, в общем, статус ниже кандидата наук. Но при этом... Короче, смотрите. Если человек очень много понтуется. Если человек, ну, очень много понтуется. Ну, так, как там Васил, маргинал, прочее быдло, в общем-то, да. Вот если человек так понтуется. Ну, соответственно, мы смотрим. А, он бакалавр, оказывается, всего лишь. А, ну, все понятно, да. У человека не было возможности пообщаться в соответствующих плоскостях. Он не общался с людьми, со специалистами, не понимает, как там что-то устроено где-то. Ну, то есть, в принципе, в принципе, все становится на свои места. От бакалавра есть просто как бы маленький. Понимаете, бакалавр не должен быть... Быть великим. Я так снимаю сексуальное напряжение и нигматон. Вы тут спрашивали выше. Я сразу на два вопроса ответил. По-моему, круто. По-моему, я круто подгадал и ответил сразу на два вопроса. Так вот. Так вот, соответственно. Так вот, соответственно, из важного. Ну, есть человек, даже не кандидат наук. Ну, у него уровень знаний даже по его дисциплине может быть какой вообще угодно. Серьезно? Акселератор, дебич, шедовистый гор. Не-не-не, не пришел никакой пока. Что ждем? Нет, пока не пришел Адам. Пока не пришел. Ну и вот, мы вот так берем и разводим руками. Ну, типа, окей, все понятно. Вот если какой-нибудь биолог начинает хуйню вести по своей дисциплине, это уже проблема такого институционального характера, что вот совсем вот, да, такой специалист, который получил свою... Если человек даже не математик... Не, кандидат наук это просто, ну, показатель того, что человек вот хоть куда-то продвинулся. Хоть в чем-то, хоть в чем-то. Вот, Адам, вижу. Маргинал, Васил, Лемон, Папич могут стать умнее, если будут топить философию, кропотливо изучать ее и думать побольше. Или так может стать умнее любой человек. Вот, интересный вопрос, интересный вопрос. Давайте подумаем, давайте подумаем. Ну, давайте заметим, что Маргинал в свое время знал философию достаточно на неплохом уровне, но вот постепенно, видимо, его интересы сместились в другой области. Он теперь не повторяет старые темы, с ними не работает. И как философ он, конечно, уже, ну, короче, отошел. Отошел в мир иной. Хотя иногда временами у него встречаются интересные тейки, интересные хайлайты, но это все реже и реже и реже. Ну, реже и реже, еже и еже. Короче, понятно. Здесь, конечно, нужно практиковать некую мысль. Васил и Лемон, это пример как раз мальчиков-ботаников, которые, к сожалению, ничего в философии не сделали, ничего не добились и вряд ли когда-то добьются, но читали много достаточно оба. Васил скорее больше, чем Лемон, но вот, к сожалению, интеллектуальных способностей им то ли не дано, то ли они не туда копать начали, то ли еще что-то пошло не в ту сторону. То есть, вполне возможно, мальчик-ботаник может быть абсолютно бездарным, абсолютно глупым, абсолютно непродуктивным и, соответственно, мы получаем то, что получаем, к сожалению. И самое главное, и Лемон, и Васил, они как бы конъюнктурно предвзяты. У Васила его христианство. Вот он на колени встает, молится Иисусу Христу и все, что там с Иисусом Христом, вот там заебись. Вот там заебись всегда автоматически. Мы читаем, о, охуенно, блядь, динозавры, получили грех после того, как Адам и Ева умерли, да, наказание, грехопадение переместилось в прошлое. Вот заебись аргумент, вообще просто пиздато. А вот вообще круто. А когда в другую сторону смотрим, не христианскую, то уже там вот он начинает копать, говнить, и даже говнить там, где говнить не нужно. То есть, опять же, понимаете, и у Лемона, и у Васила тотальная привязка к их мировоззрению существует, а это отчасти минусы для мышления, и для философии, и, в принципе, для функционирования с другими философами. То есть, они все втроем, никто из них, ни Маргинал, ни Васил, ни Лемон, не могут вести адекватную беседу с представителями альтернативных им философских взглядов. Не с точки зрения этики, кстати, не с точки зрения, в общем-то, беседы содержательной, и вообще никак. Папич хрен знает. Папич просто даже не пробовал. То есть, это реальный аргумент Васила. Лизард, это реальный аргумент. Но не аргумент Васила, он где-то сказал, есть такой вот... Мы его спросили, в общем, Васил, вот ты веришь в эволюцию. Веришь в эволюцию. Правда? Правда. С другой стороны, ты веришь в христианство. Правда? Правда. И вот ты говоришь, что все животные, после того, как случилось грехопадение, они были же бессмертные до этого. Правда? Правда. И, соответственно, они потом стали смертные вместе с людьми. Правда? Правда. А существовали животные до людей? Да. Существовали. И динозавры существовали до людей? Действительно существовали, да? Вопрос. Как грехопадение перешло к динозаврам, которые, как и все животные, должны быть бессмертны? Очевидное противоречие. Ну, очевидное противоречие. Как оно решается? Господь Бог переместил грехопадение в прошлое. Ну, правда, Васил не сказал, что он прям так и считает, но он сказал, да, это проблема, но вот есть такие решения. И вот на полном серьезе эту хуйню сказал. Действительно, действительно довольно интересная штука. Ну, вот. Ну, вот. Люди очень предвзятые, к сожалению. А Папич даже не пробовал. Вот у нас есть три примера, когда люди попробовали, и у них с разной степенью удачи что-то получилось. Я даже не знаю. Ну, наверное, Васил Маргинал все же посильнее и получше, чем Лемон. Лемон, ну, прям, к сожалению, ну, это просто человек, который... Ну, вообще, на таком низком бакалаврском уровне что-то захватывает некоторые темы современной философии, и в основном все. В основном все, а в остальном у него получается, а, секс-то эмпирик, это солипсист какой-то. Ну, похуй она. Поехали дальше. Ну, вот просто две несоизмеримые. Про Папича просто неизвестно. Папич даже не пробовал. Значит, инкоменсурабельные, да, написательные системы. Далее, есть еще несколько моментов. Еще, как у нас каузальный детерминизм не отрицает свободу воли. Допустим, мы не придерживаемся какого-то строгого метафизического каузального детерминизма. Допустим, наш детерминизм выражается в том, что мы просто посмотрели на результаты экспериментов Бенджамина Либбета и так далее. Что, мол, грубо говоря... Ну, сейчас про компатибилизм будет. Мозг принимает некое решение до того, как оно осознается. Допустим, это имеющий смысл эксперимент. С ним, конечно, есть гигантские проблемы. Что такое осознается, да, там, методологически. Он, как бы, тоже, ну, не очень соприкасается с философией, которую хочет опровергать. Но неважно. Значит, допустим, что это охуенный эксперимент. И, допустим, что это вот такой частный детерминизм. Да, то есть оно просто... И просто вот мы имеем данные некоего эксперимента, который, значит, ставят под вопрос существование свободы воли в том или ином смысле. Тут проблема в том, что, опять-таки, процесс, из которого каузально следует то или иное твое решение, то или иное твое действие, да, это процесс, являющийся побольше, являющийся в том числе и частью тебя. То есть всякие гормональные процессы, значит, это самое, честно сказать, хотел. Да, то есть всякие гормональные процессы, там, еще какие-нибудь у тебя в организме, которые, как бы, вызывают твое решение, они не детерминируют его. Они им являются. То есть это все равно, что сказать, что твое решение вызвало твое решение. Ну да. То есть тут такой еще есть момент. Далее. Кстати, маргинал здесь тонко обошел одну небольшую проблему. Есть тотальное множество долбоебов, прошу прощения за такое выражение, которые говорят, мозг управляет нами, мозг решает за нас, мозг за нас делает, мозг за нас думает. Чувак, блядь, ты как бы придерживаешься, в общем, такого, не знаю, физикализма или еще чего-нибудь, как это назвать. Да, короче, такая вот сиентистская, сиентистского мировоззрения. Согласно твоему сиентистскому мировоззрению, откуда ты, блядь, самого себя вообще взял? Ты есть, сука, мозг. Чего ты вообще, блядь, начал придумывать вот эту хуйню с разделением себя и мозга? Мозг за нас решает, мозг за нас делает, мозг за нас, за нас, блядь. А ты где? Ты где здесь вообще находишься, чувак? У тебя антология такая, что ты и есть мозг. В смысле, я какой-то токсичный в последнее время, я вообще сегодня добрый, по-моему. Еще есть третий момент. В обыденном языке слово «свобода» означает разные вещи. Ну, это просто очень странная штука. Ну, вот я говорю, что все физиологично, блядь, но при этом есть какой-то я, который почему-то мозгу, почему-то мозг за меня что-то пораньше решает. Это непонятно, непонятно, как это, блядь, вообще работает в головах людей. Простите, я какую-то хуйню сейчас сделал странную. Маргинал поясняет, прошу прощения. Вот. И это, конечно, это, конечно, странно. Я сейчас хотел просто камеру немножко перезапустить, она, вижу, плохо себя чувствует. Есть свобода, как... Я, наоборот, вроде подобрел акселератор, раньше было хуже. Способность, да, то есть вот, к примеру... Так не быдлаго, пишет, потому что деятельность мозга шире сознания. Например, мозг управляет пищеварением, но сознательно остановить процесс пищеварения нельзя. Вы нож себе воткните в живот. Ладно. Вот. Черниговская нигматон, черниговская. Так, соответственно, понимаете, в чем дело? У вас получается просто два множества. Одно из них мозг, второе из них там разные функции мозга, да, это множество-множество внутри одного, да. Мозг такой вот большая-большая штука, а внутри в него еще несколько функций, короче, есть. Одно из них, получается, пук, пук, сознание, например. Вот, вот, вот вы, вы это одна из функций мозга, как бы, пук, и все. Тут, тут вообще разделение того, что мозг заранее решает. Мозг, мозг и есть мозг. Он просто, он, как мозг может решать раньше, чем мозг. Вообще, вновите противоречие этого эксперимента, то, что мозг решает за нас до того, как мы сделаем действие. Да ну ты гений просто, чувак. Ты исходишь из предпосылок того, что все, есть мозг, скорее всего, если ты ученый, если ты биолог, если ты физиолог, да, ты, скорее всего, исходишь из таких предпосылок, что вот мозг все обуславливает. И почему-то у тебя в голове возникает такая хуйня. Вот, есть какой-то ты, который принял решение, а мозг, а мозг, а мозг заранее уже что-то предрешил. Да ну нахуй. Да, да ну. Ну, то есть, противоречие наблюдается. Мозг раньше самого себя принял решение. Странно. Ну или даже, даже не противоречие, а белиберда какая-то. Просто вот непонятная белиберда. К примеру, вот ты выкинул шину из окна, а она человека убила. Да? В реальный случай. То есть, в этой ситуации ты, значит, добровольно... Не, просто бывают разные формы, бывают разные формы детерминизма. Бывают разные формы детерминизма. Мозг и я для маргинала торжественно, он и сам это говорил. Ну, это более последовательная позиция, чем позиция людей, которые по какой-то причине категориально очень сильно отличают я и мозг. Ну, если они сиентисты, если они ученые, если они не верят в душу, хьюшу и так далее, так далее, так далее. Ну, вот это более последовательная позиция будет. Убил человека. Допустим, ты в него целился. Допустим, ты в него не целился. То есть, та же степень у тебя... Так, понимаете, в чем дело, небыдлогоп? Сознание, будучи частью мозга, ну, это тоже мозг, все. Мозг принял решение раньше самого себя. Да. У тебя свобода была в твоем конечном действии или нет? Да, то есть... В уголовном праве это intention называется, намерение. Та же ли у тебя степень свобода была в этой ситуации? Допустим, ты как бы не просто кидал не целись, а ты вообще не хотел скидывать эту шину, ты ее уронил. Привет, Липократ. Теперь в Этику почему-то пошли. Опять-таки, то есть, в этой ситуации твоим действием является, что ты поднес ее к окну... 40 рублей, Дэми, 40 рублей. Эта композиция посвящается моему другу Мистеру Лизарду, пишет Акселератор. Вот девка гуляет сегодня, Мистеру Лизарду, моя песня любимая. О-о-о-о! Классика. Сегодня будет классика, как обычно. Если упал и убил человека, это уже было вне твоей власти. Не, возможно, другие концепции, когда сознание не является производным мозга, да, само по себе где-то там существует. Например, у Чалмерса, вообще где угодно. То есть, понимаете, есть концепции, которые подразумевают, что не-не-не-не-не, это нифига не так на самом деле. Вот и все. Далее. Допустим, тебя заставили поднести шину к окну и кинуть конкретного человека. И ты, допустим, знал, что этот человек может убить. Это еще другая степень свободы. Допустим, тебя заставили поднести шину к окну и кинуть в человека, но ты не знал, что шина... Танец будет, посмотрим. ...то может убить человека. Допустим, тебя заставили поднести шину к окну и скинуть ее вниз, но ты не знал, что там будет человек. Я вроде сдавал ЕГЭ по истории. А если да, то правда, что на ЕГЭ больше 20 века или по-разному. Просто у меня ЕГЭ история 11 числа. Адам, я сдавал ЕГЭ более чем 10 лет назад. Больше 10 лет назад. 11-12 лет назад. Я думаю, этого достаточно. Я сдавал ЕГЭ. Я был второгодником. Второй год, когда сдавали ЕГЭ, я его сдавал уже. На второй год после того, как его вообще основали. Чтобы вы понимали, насколько сейчас ЕГЭ может быть разным. То есть, опять-таки, скинуть не цели, но по принуждению. То есть, первый момент. С квартирой все плохо, Филипп. Есть причинно-следственная связь. Которую... Короче, смотрите. Смотрите. Вопрос, связанный с детерминизмом. Антологическим. Прямо даже вообще метафизическим. Могло бы все произойти по-другому. Да, про эксперимент Либида, конечно, было. Ну... Почему-то... Детерминизм сразу ебаный Либида всплывает, хотя на него всем похуй должно быть. Опять же, особенно, когда речь идет про разграничение детерминизма и индетерминизма, да вообще можно просто забить на него. Ну да ладно. Могло бы все произойти иначе. Максим пишет, на третий, наверное... Может и на третий. Может и на третий. Ну, не важно. Здесь вообще не важно, когда я ГЭС давал. Но в самом начале. Шат, ты не психуешь на меня? За что, Владимир, я могу психовать на вас? За что? А, я сегодня Якудзу 0 прошел, кстати. Я прошел Якудзу 0. Очень классная игра. Всем рекомендую. Хотя вы не потянете слишком. Слишком для вас, наверное, будет. Но круто. Которая с точки зрения... Так вот. Вопрос детерминизма. Может ли все пойти не так, как должно? Ну, такой детерминизм, фатализм практически. То есть... Возможно ли альтернативные причинно-следственные связи? Или существует в мире случайности? Детерминизм. Канонический, онтологический, глубокий. Ну, то есть без каких-либо... Но. Утверждает, что нет. Ничто не может пойти иначе. В том числе, соответственно, нет никакой свободы воли. Потому что свобода воли это, по сути, возможность делать так, чтобы все пошло иначе. Пошло иначе. Соответственно. То есть это буквально, да, вот буквально детермини... Все вокруг детерминистично. Только не вы. Но вот вы люди, уже вы можете как-то вот влиять на все это. Все вокруг обусловлено божественной волей, его великой силой, мощью и так далее. А вот Господь Бог даровал вам возможность действовать по собственному умыслу. Круто. 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 Министа инкомпатебилиста. Ну вот. Компатебилизм, инкомпатебилизм и прочее. Отрицает свободу воли. Да. А есть принуждение, которое действительно отрицает... Этот дискурс я просто не разделяю, мне он очень далек. Вячеслав, не знаю, может пойдет. Вячеслав, буду воли. Может вы сейчас выключите мой стрим, выйдете на улицу, а вам шина из машины, короче, прилетит в лицо прямо и убьет нахуй. А? 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 Как думаете? Может быть и так, Вячеслав. Может быть вы сейчас, короче, выгляните в окно, вот подышать свежим воздухом, а уличный стрелок с вашей улицы просто вам голову прострелит, потому что вы отказались смотреть мои стримы, например. Может быть и так, может быть и так. Свобода воли. Ваша и стрелка. Пуф-пуф, короче. Свобода воли не смотреть Шадова. Да не, а так. Шадов, здравствуй, философ, есть ли разница между детерминизмом и фатализмом. Да, есть. Поехали дальше. Люди часто путают причинно-следственную связь с принуждением. То есть это первый момент. Попробуйте. Второй момент. Если не боитесь. У принуждения... Есть... Не, ну просто если мы говорим о детерминизме и индетерминизме, и о, соответственно, свободе воли. Свобода воли – христианский антологический концепт, причем антология, примененная к человеку. Тут все понятно. Но, блядь, маргинал, как и в принципе современная аналитическая философия, видимо, они пытаются усидеть сразу на всех стульях, пытаются не выбрасывать термины, которые вроде бы обозначали что-то противоположное, и, соответственно, их подменяют насильно. Я вот этот вот весь, вот эти все вот темы с компотибилизмом, инкопотибилизмом, я их вообще не очень люблю, на самом деле. Поехали. Вообще, ну, множество разных степеней и оттенков. То есть, как я продемонстрировал в примере с шиной. То есть, есть разные степени несвободы, есть разные степени принуждения здесь. Не знаю, не помню нигматон про буддизм. Так вот, опять же, соответственно, когда мы говорим в духе маргинала, вот то, что он сейчас делает, он просто апеллирует к другому дискурсу. Так. И, соответственно, это, конечно, ну, можно так делать, можно делать все, что угодно, можно заменять значение слов, и вообще можно как угодно ими играть. Но вообще так, если ближе к классике подходить, если ближе к классике подходить, то проще. Так. То есть, эта свобода, она у тебя как бы пропадает по чуть-чуть. Значит, то есть, ты переходишь вот от одной степени свободы к другой, в зависимости от того, какая была, значит, ситуация с этой шиной. Ну, короче, все зависит от определения. Вот все. Если я скажу, что свобода это красный тушканчик, то если мы найдем красного тушканчика, то значит, у нас есть свобода воли. Вот все. Ну, все зависит от определения. А определение ни от чего не зависит, видимо. Какое определение дашь, такой результат и будет, соответственно. Вот и все. Классика. На самом деле классика и все. То есть, иными словами, здесь суть просто в том, что слово свобода, оно означает две разные вещи. Свобода как отсутствие причинно-следственной связи в конкретном случае. И... Магомед спрашивает. Кстати, посмотрел твой вот на ГГ, где ты паразитов смотрел, вспомнил твит Панасенкова, где он заявил, что паразиты говно, потому что фильм корейский, что скажешь. Не, отличный фильм. Хорошие и последовательные персонажи проработаны все. Вообще все. Вот тут... Буквально все персонажи проработаны. Ну, то есть... То есть, это реально очень хороший и достаточно тонкий фильм. Посыл? Да плевать на посыл. Там непонятно, кто из них паразит, кто хороший, кто плохой, кто кого, куда. Правильно ли батя поступил, что он убил, короче, вот этого начальника, начальника своего, да? Он вроде бы сам разочаровался этим убийством, он потом охуел от того, что он его убил неожиданно. То есть, фильм отличный. А твит Панасенкова говно, как и все твиты Панасенкова. И свобода, как отсутствие принуждения. Твит Панасенкова говно, потому что он русский, блядь. Ха-ха-ха-ха, ладно. В крестном случае. И вот, свобода, как отсутствие причины следственной связи, конечно, ее в детерминированной, в каузально детерминированной вселенной, ее нет. А вот свобода, как отсутствие принуждения, она вообще никак не зависит от... Да, только свобода воли как отсутствие от принуждения никем, блядь, буквально не называется свободой воли. Ну, я не знаю, я не помню, что кто-то так называл. Вот это вот разделение маргинала на свободу воли, свободу, да, свободу как антологическую свободу и свободу как отсутствие принуждения, да, он его проводит уже миллиарды лет, но это просто спекулятивная хуета, которая не имеет смысла. Особенно, когда мы отвечаем на вопросы с детерминизмом, потому что вот вторая вот эта вот его свобода, она никого отношения не имеет к детерминизму, она вполне вписывается в структуру детерминизма. Она просто на другом уровне, это реально другая писательная система, как он и сказал. Просто вообще, в принципе, бессмысленно здесь, бессмысленно здесь вот так вот как-то играть словами, потому что вопрос, очевидно, происходил из более-менее классического дискурса, ибо есть детерминизм, и детерминизму противоречит индетерминизм. Почему все фанатеют от Гарри Поттера? Ну, потому что эта литература стала популярной тогда, когда мы с вами были детьми в эпоху интернетов наступающих, соответственно. Ну, и вот с тех времен до сих пор Гарри Поттеры, разные формы Гарри Поттеров, от там настоящего Гарри Поттера до Тани Гроттера, и еще вплоть до там современных зверей, эти как там, странные звери, и там где они обитают, или как это хуйня называется, но вы поняли. До сих пор в топах держится детская литература, в том числе вполне читабельная хуйня, стала популярной, ее непосредственно пиарят, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот, поэтому и популярна. Гарри Поттер выстрелил в одно время, и до сих пор держится на вершине популярности, вот поэтому он, поэтому от него все и фанатеют. Вот, да он нормальный, он не говно в целом. ...эффициального детерминизма, индетерминизма, метафизического либертарианства и так далее. Эммм, что еще можно про свободу сказать? Ну, значит, четвертый пункт, мы к нему, в принципе, подошли в третьем, но он все-таки отличается. Четвертый пункт, это свобода как юридическое, как чисто юридическое понятие, то есть, вот. Не знаю, анигматон, кино, и тем более, политика кинокритиков, почти в рифму, да, политика кинокритиков. Это, это не вопрос, который нужно задавать мне, я в этом ничего не понимаю. Поэтому, поэтому я не буду никак это комментировать. Все. Ну, и пятый пункт, пятый пункт, это то, что мы свободе можем еще на воду... Как звучит правильно сформулированный детерминизм в исламе? Да благословит Мухаммед, да Аллах да приветствует. Мухаммед нам, братьям своим, доложил информацию очень важную, сестра моя, сестра моя. Господь Бог, Творец миров, творит этот мир и всегда творит его по своей абсолютной воле. Поэтому ты, мразь, сестра моя, да благословит тебя Аллах и приветствует, не можешь сделать ни-ху-я. Вот. Помимо воли Аллаха. Ты не можешь быть сверх воли Аллаха, потому что ты, сестра моя, да благословит тебя Аллах и приветствует, должна знать свое место на кухне. Пошла? Вон. Все. Все. Правильно? Вроде вот так правильно сформулирован детерминизм в исламе. Просто Аллах настолько всемогущий, там именно аспект всемогущества Аллаха. Аспект всемогущества Аллаха превалирует над любой вашей волей, потому что Аллах очень крутой. Вот. Смотрите. В христианстве Бог подчеркивает свою крутость, что он смог создать существ, которые могут превзойти его замысел. Ну, как бы превзойти в том плане, что они могут выйти за его пределы, могут не слушаться его замысла. У них есть какая-то вот вариация, есть какие-то решения, творчество, какие-то другие еще интересные вещи. Вот. Вот. Христианский Бог этим хвастается. А исламский Бог, он еще, типа, круче. Он это, блядь, все переиграл, типа. Вот. Как-то так. Если коротко, то как-то так. ...определений, например, там, как Сармат, например, говорит, свобода это воля к ответственности и так далее. Пойду-ка я в сортир отойду. О! О! Вот он, детерминизм проявился. Детерминизм. Желание естественной нужды сподвигло молодого, молодого инкомпатибелиста встать в туалет, блядь, и посрать. А что это? Что это? Это действие? Это действие все-таки или движение? Вот он сейчас пойдет посрать. Это действие или движение? Он принимает сейчас выбор, когда он идет посрать или не принимает? Или он мог подождать еще дольше, или не мог подождать еще больше? Философия, вот, понимаете, философия начинается именно в этом моменте. Ладно, поехали. Поехали дальше.